Наши молодежи провеждают служение, то за то вами дала Хадумата. Я уже давно хотел поделиться одним своим наблюдением об ангелах. Я с удавной иском, когда споделился с вас одним моим наблюдением за ангелы. Поэтому мое слово называется сегодня «Как мультфильм от Pixar помогает понять ангелов». Из-за того, моя проповедь Настя сказала, как анимационная от Pixar не помогает разберем ангелы. Да, Pixar это хорошая компания, делает классные мультики. Да, но не в этом суть. Суть идет об ангелов и о них представлении. В частности, говорим за ангелите и за нашата представа, за тях. А можно дать слайд следующий? Да, вот так обычно люди не христиане, ну вообще в общем люди. Обычно не христианите на любом общество так вижданы ангелите. Да, то есть они кажутся нам такими красивыми созданиями в белых одеждах. Струют не се, как то одни хубави создания в белой дрехе. С крыльями и иногда нимбом над головой. С крыльями и понякога с един нимб на головата. Но так они больше напоминают купидонов. Обаче так обычно напомнят купидоните. Этот образ не слишком совпадает с настоящим. И този образ не совпадал много добрее с настоящим, который представлен в Библии. Но истинный образ на самом деле много интереснее. Обаче истинский образ в сущности много поинтересен. И по моему мнению он может помочь нам в понимании того, как мы будем видеть иной мир. И по моему мнению Малкова представляла, как мы можем видеть и другие святы. Значит, можно следующий слайд? Можно видим следующий слайд? Ангелы, получается, впервые упоминаются в Старом Завете. За первых под тесте вспоминают во Старий Завет. По-еврейски называется Танах. И по-еврейски се наричат Танах. Само слово ангел появилось из греческого слова ангелос. И сама та дума се появява в древнегридске ангелос. А в еврейском языке оно звучит как Малак. А в еврейский язык звучит как Малах. Что означает посыльный. Което значит посланник. И вообще в Библии нигде не упоминается, что у них есть крылья. И в Библии ты изобщо никогда не се вспоминала, че ты им открыла. Даже нет такого описания того, как они выглядят. И даже не мое описание на того, как изглеждат. Но так как они исполняют обязанности посланников. Но так как они исполняют задолжение на посланицы. Они часто контактируют с людьми. И много често контактуют с хората. И поэтому они несколько на них похожи. И за това малко се приличат с тях. Потом мы будем дальше разбирать некоторые исключения. След малко ще разглеждаме и някои исключения. Да, вот. Такое вот исключение. Например, когато при встрече с ангелом чувствовалась такая сила. Следното исключение е, когато се срещаме с ангелите, усещаме много голяма сила. И поэтому люди очень часто при встрече испытывали страх. И за това много хора, когато ги срещат, изпитват страх. Ангелы часто были не только посланниками. Но и исполняли непосредственно Божью волю. Еще одна причина, почему люди могли испытывать страх перед ними. Вот один могу дать пример. Написано во второй книге царства, 24 глава. Могу давить дам еще один пример, който губишев втору царе. 24 глава. 16 стих. 16 стих. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедстве и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою, ангел же Господень был тогда у губна орны Евусеянина». Ага. Да. Значит, вот один пример того, как ангел исполнял волю Божью. Один пример на того, как ангел исполнял Божью эту волю. Еще один очень известный пример – это как вот в Египте. И еще один известен пример виждаме в Египет. Как вот эти вот казни египетские еще известны. Когото се случивали тези египетские наказания. Да, тогда тоже это было по исполнению. То есть ангел исполнял заповедь Божью. То есть ангел исполнял Божью эту волю, заповедь. Другой пример, вот, например, в Бытие, 21 глава. Например, в Бытие, 21 глава. 17 стих. 17 стих. «И услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится». Ну, то есть он говорит, сразу предупреждает, не бойся, потому что, видимо… То есть той вина, кого предупреждала, донесе и буи. Потому что, видимо, человек испытал большой шок при появлении. Человек это было в углем шок. Другое место – это Матфей, 28 глава, 5 стих. Другое место – Матфей, 28 глава, 5 стих. Ангел же, обратив речи к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. То есть опять, даже в Новом Завете это вот продолжается. И даже в Новом Завете это вот продолжало. То есть люди испытывают страх при появлении ангела. Другое место – Лука, 2 глава, 9 стих. «Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их, и боялись страхом великим». Да. Ну, значит, это… Тут рассказывается в основном о вот этих малах, то есть посланниках. Тут основном все говорили за малахи, то есть за посланницей. И на самом деле существует некая иерархия ангелов. И всъщност существует една иерархия на ангелите. И вот эти вот малахи посланники, пред которыми люди испытывают такой большой страх. И тези посланницы, пред които хората испытывают много голям страх. Они на самом деле очень находятся низко на этой ступени. Те всъщност са на много низко ниво в тази иерархия. И сега ще ви расскажа за унези, които се намерят по-високо. И вы, в принципе, можете поняти, почему люди так сильно пугали си присутствие от этих ангелов. И ще можете да разберете, защо хората толкова се страхуват от присъствието им. И имало е опитване да се направи някаква структура на тази иерархия. Многие философи, например, после библейски пытались, например... Много философи се опитвали. Маймонит, известен как Моисей египетский. Например, Маймонит, известен как Моисей. Но, как бы, если вот чисто из Библии пытаться... Ако вадим само от Библията... Объяснить иерархию, то можно... Реальна зацепка – это, что эта иерархия строится на близости ангелов к Богу. Одна хубава подсказка е, че иерархиите се ангелите изстрояват, спорят близката връзката на тях с Бог. То есть, сначала идут те малахи, посыльные. То есть, спорва с малахи, посланиците. Как бы, логически, можно понять, что они... Несколько дальше от Бога, потому что они ближе к человеку. И можем да разберем, че те са подалеч от Бога, за что-то са поблизу к хората. Потом у нас идут архангелы, да? Следва са архангелите. Можно понять, что они несколько отличаются, потому что они обладают личностью и именами. Те си отличават, за что-то те имат некаква личност и имена. Например, известные архангелы – это Гавриил и Михаил. Например, известные архангели – Гавриил и Михаил. Однако, интересно, что чем ближе вот эти архангели к человеку, чем чаще они контактируют с человеком. Обаче, колкото са поблизо тези архангели към хората и колкото повече общуват с тях. Тем больше они похожи на человека. Толкова повече започват да наподобяват човека. То есть, они такие архангел-гуманоиды. Започват да стават като архангели-хуманоиди. Дальше мы разберем уже тех ангелов, которые находятся намного ближе к Богу. Нататък ще разгледаме ангелите, които са застанели поблизо к Богу. Их называют Херувимы. Те са Херувимите. А вот здесь вы можете увидеть вот этого философа. Тук можете видеть и този философ. Его попытки организовать эту иерархию. И неговите опитвание да построи тази иерархия. И значит, Херувимы имеют второй, последующий после Серафимов ангельский чин. И впервые они упоминаются в Бытие, третьей главе. 24 стих. И изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Это вот как раз таки интересно, что получается, что человек изначально был очень близок с Богом. И това е интересно, что человеку первоначално был много близко до Бога. Потому что как бы известно, что он жил в саду Эдемском. Защото не известно, что он жил в Эдемската грядина. Однако этот Херувим, который был поставлен, тоже он был поставлен в Эдемского сада. Там можно даже видеть небольшую иллюстрацию. Это получается как в средних века пытались изобразить вот эти вот Херувимов и вот изгнания из Эдемского сада. По този начин са се опитвали през средновековието да изобразят Херувимите и изгнание от Эдемската грядина. Да, и уже вы можете видеть слева, что довольно интересно выглядит это существо. И от ляло можете видеть, что достаточно интересно изглежда това существо. Его внешность мы разберем еще более детально. Внешността му ще разгледам и още по-детайлно. Еще одно упоминание Херувимов в Первое Царство, 4 глава, 4 стих. Ипаксис поминал Херувимов в царе. И послал народ в селом и принесли оттуда ковчег завета Господа Савоофа, сидящего на Херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына, и Лиевы, и Офни, и Хинес. То есть тут как бы видна эта близость Бога Херувимов, потому что здесь как бы написано Савооф, сидящий на Херувимов. То есть тук виждаме Савооф, който е седнал върху Херувимите. Да, по този начин, этим образом объясняется близость Херувимов к Богу. И по този начин се объясняла близостта им к Бога. Другое место это Езекиил, 10 глава, с 3 по 5 стих. Още одно место Езекиил. Херувими же стояли по правой стороне дома, а когда вошел тот человек, и облако напълняло внутренний двор, и поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа, и шум от крыльев Херувимов был слышен даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда он говорит. Да, вообще, как бы в предыдущем стихе упоминалось, что они изображены были на ковчеге Завета Господа. Ковчег Завета, ну то есть это... Ковчега на Завета? Да, в Ветхом Завете. Ковчега Завета. И вверху Него собили изображения Херувимите. Это еще вот такое символическое обозначение того, что Херувимы действительно очень близко к самому Богу. Чеху Херувимите наистина со многу близки к Богу. Так, дальше Иезекиил, то же самое Иезекииле, 41 глава, 18 стих. 41 глава. Сделаны были Херувимы и Пальмы. Пальма была между двумя Херувимами, и у каждого Херувима было два лица. То есть мы можем видеть уже такую метаморфозу. То есть в отличие от посыльных Ангелов, Херувимы, у них есть по два лица. Херувимите имат две лица. И вот у них уже есть по несколько крыльев. И имат няколко крыла. И дальше будет такая вот попытка человека изобразить Херувима. И тук ще видим едно опитване на човека да изобрази Херувима. И уже становится несколько така жутковата, може сказать. И малко е зловещо вече. Да, потому что они уже очень сильно отличаются от человека. Защото не си приличат изобщо с човека. И дальше, получается, если мы идем по иерархии, идут Серафимы. И ако говорим по нататък в иерархиета, ще разглядам и Серафимите. Первое упоминание Серафима в Библии находится в книге пророка Исаии. За прв път се вспоминават в Исаия. Они появляются в его рассказе о странном видении перед призывом в храм Иерусалимский. И се появяват пред един рассказ, когато... Перед призывом его в храм Иерусалимский. Исайя. Призыва на Исаия да влезе в храма на Иерусалим. Значит, это Исаия 6 глава, со 2 по 30 стих. Вокруг него стояли Серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лице свое. И двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу. И говорили, свят, 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 Господь целовал, и вся земля полна слава Его. Значит, это упоминание Серафимов в Ветхом Завете. И твое упоминание Серафимов в Старий Завет Серафимов. Также она вспоминается в Новом Завете, в Откровении Иоанна Абгаслова. Следовательно, ты вспоминал его в Новый Завет. Глава 4, со 6 по 9 стих. Откровение. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждый из четырех животных имело по шести крыла вокруг, а внутри они исполнены очей, и днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, 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 Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. Тут такая характерная черта этих серафимов, что они постоянно, от 24 часа, непрерывно говорят свят, 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 Господь Савов. Че те единоношно, без да прекъсват, повтарят свет, свет, свят, Господ, Бог Всемогущий. И именно поэтому они стоят на вершине этой иерархии, потому что възхваляя, они приближаются к Богу. Это также может быть для нас таким посланием, насколько важна хвала Богу, потому что во время хвалы мы тоже, подобно с серафимом, приближаемся к Нему. Однако, как Вы уже убедились, внешний вид, опять-таки, очень сильно корен отличается от человека. Да, можете сейчас пьянуть. Вот такая вот прикольная штучка. Да, но тут уже от человека почти ничего не осталось. Тук почти нищо не остава от человека вече. Да, опять-таки, это еще одна попытка человека как бы воспроизвести это в 2D пространстве. Това отново е самоупитване на хората да повторят. Однако, это не самое странное ангельское существо, которое есть, упоминается в Библии. Самое странное, по моему мнению, это офонимы. Они вспоминаются только один раз в книге пророка Езекииля. То есть вспоминают само вид наш в книгата Езекиил. Первая глава, с 15 по 20 стих. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободе их высоки и страшны были они, а ободе их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли колеса подле них, а животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Вот так вот. Ну, тут, конечно... Картина есть? Да, да, вот сейчас вы можете глянуть. Вот что-то вроде этого может представить себе человек, когда услышит такое описание. Нечто такого можно себе представить, и один человек, когда тут чует твое описание. Тут уже, как бы, от человека не осталось ничего. И только от человека не оставало вечно нищу. И даже нету, как бы, такой живой формы. Даже няма и никакой живой формы. Она, как будто бы, как бы, вне нашего пространства. Излежда като нещо извън нашето пространство. И вот, значит, этого как раз таки я хотел сегодня поговорить. И точно за това исках да говорим днес. Потому что все это, в принципе, можно объяснить логически. Защото това логически може да се объясни. И, значит, первое, каким я хочу это... Первый способ, каким я хочу объяснить это... И первый я начин по какой-то искам да ви объясню. Он, как бы, очень так просто и визуально показан в мультфильме «Головоломка». Много по прост начин си объясняла в анимационното... От вън на вътре. От вън на вътре. Инсайда аут. Там, получается, суть такая была, что в этом мультике... Там, сущността, и такова... Показывается внутреннее состояние девочки, маленькой девочки. То есть, показывало едно выточненное состояние на едно малкому миче. Там главные герои были, я помню, эмоции. Главните герои с эмоцией. Там было пяти основных эмоций. Имаше там пяти основных эмоций. И, получается, весь мультик рассказывал о том, как две эмоции – радость и грусть – путешествуют по, можно сказать, мыслительным процессам девочки. И през целия филм се объясняла, как двете эмоции – радостта и тегата – путешествуют по мозгу, можно сказать. В мозъка на това момиче. И вот тут есть один отрезък из этого мультфильма, когда... Тук има едно кратко парче от този филм. Когато эти две эмоции заходят в абстрактное мышление. Когато двете эмоции влизат в абстрактно мислене. Да. Детский мультик, давайте глянем. Пока погледнем. Детский мультик, давайте глянем. Детский мультик, как дольше, твое право. Но Райки должна быть счастлива. Я опять его дитя достала. Я долго знаю, что делать. Он отчасти терпит, а не жутко. Так, какое абстрактное понятие будет сегодня осмысливать? Одинокественное. Одинокественное. А, это надо, чтобы видеть. Я открываю, что всякие муклы. Продолжение следует... 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 Как внутренний голос. Конечно, он начинает сомневаться в собственном рассудке. Огорчённое тем, что его считают психическим расстройством. Трёхмерное существо решает опуститься во Флотландии. Но трёхмерный кост существует во Флотландии лишь частично. Мы можем видеть только его сечение. И когда трёхмерное существо достигает в Флотландии, мы видим только точки соприкосновения. Это хорошо видно, если опустить яблоко на штейнферную подушку и поместить его, отпечаток во Флотландию. По мере того, как яблоко опускается и скальзит в поиск в Флотландию, Мы будем видеть его последовательные срезы, что мы продемонстрируем путём разрезания яблока. Таким образом, квадрат видит, как в запертой комнате постепенно из ниоткуда появляется множество таинственных объектов. И дивным образом меняет свою форму. Единственный его вывод, что он окончательно светлылся. Насадуя на бесконкумность плоского существа, яблоко уже не таким же живым жестом толкает квадрат снизу и подбрасывает его дрожащего и крутящегося на Флотландии. Сначала квадрат не может понять, что происходит. Он ужасно напуган. Этот напрочь выходит за рамки его опыта. Но через некоторое время он начинает понимать, что он видит то, что происходит внутри закрытых помещений во Флотландии. Он видит изнутри своих плоских собратьев. Он видит Флотландию в таком ракурсе, как он, насколько ему известно. Никто не видел её раньше. И путешествие в другое измерение даёт неожиданное преимущество своего рода рентгеновское зрение. В конце концов, наш квадрат медленно опускается на поверхность. И друзья тоже к нему подбегали. С их точки зрения, он таинственно появился из ниоткуда. Он не пришёл к ним, он просто откуда-то возник. Они говорят, что у вас с тобой случилось? И педняка вынуждена признаться. Я был в другом мистическом измерении, которое называется «Наверху». Они похлопали ему по бокам, чтобы успокоить. А может быть, спросили, покажи нам, где это третье измерение? Покажи его. И бедный квадрат будет не в состоянии это сделать. Но, может быть, интереснее будет вопрос о более высоких размерностях. Как насчёт четвёртого измерения? Чтобы разобраться в этом, давайте возьмём куб. Мы можем представить его следующим образом. Возьмём отрезок и переместим его перпендикулярно самому себе на расстояние, равное его длине. Получится квадрат. Переместив квадрат на такое же расстояние под прямым углом к самому себе, мы получим куб. Этот куб, как известно, отграсывает тень. И эта тень нам знакома. Её обычно рисуют в школе, как два квадрата с соединёнными вершинами. Если мы посмотрим на двухмерную тень трехмерного куба, мы увидим, что в этом случае не все линии равны, не все углы прямые. Трехмерный объект нельзя приставить в двух измерениях без искажений. Такова цена в потере измерения при получении геометрической проекции. Теперь возьмём наш трехмерный куб и переместим его под прямым углом к самому себе четвёртому измерению. Не туда, не туда и не туда, но одновременно под прямым углом ко всем этим трем направлениям. Я не могу показать вам это направление. Но представьте, что существует четвёртое физическое измерение. Тогда у нас получится четырёхмерный гиперкуб, который также называют тессеракт. И я не могу показать вам тессеракт, потому что вы и я оказались в ловушке трёх измерений. Но то, что я могу показать вам, это тень в трёх измерениях. От четырёхмерного гиперкуба или тессеракта. Вот оно. Как видите, это два вложенных куба, вершины которых соединены отрезками. При этом в настоящем тессеракте, в четырёх измерениях, все отрезки будут одинаковой длины, и все углы будут другими углами. Это не то, что мы здесь видели, но такова цена проекции. Как видите, хоть мы не можем запросить четырёхмерный гиперкуб, мы легко можем о нём рассуждать. Да, вот такое вот интересное видео. Ещё раз объясню, чтобы мы смогли перевести на болгарский язык. Значит, если вы закройте глаза и представите себя в 2D, тогда вы абсолютно плоски. Как рисунок. Дух пространственная форма. Живущая на бумаге. Коя-то живее вверху хартия. Опа. Ну вот, как-то так. Някакси по този начин. То есть, ну, как и Карл Саган уже объяснил, в этом 2D мире, как то и Карл Саган объяснил вече, в този 2D свет, есть широта и длина. Има широчена, има должена. А понятие высоты. А разбирание-то зависучена. Нельзя представить. Няма как да се представи. И вот, значит, это и есть плоскомирье. И тваси плосок свят. И теперь представьте, что нечто вторгается в эту плоскую жизнь. И представьте себе, что нечто искат да се набута в този плосок живот. Ну вот, например, таким образом. Примерно по този начин. Да. Угу. И, значит, это нечто постоянно меняется. И това нещо се набутва постоянно. Да, постоянно трансформируется. Постоянно се трансформира. Проходят через метаморфоз. Променят се. А потом исчезает. И след това исчезва. Возможно, вместе с вашим здравомысляем. Возможно, заедно с вашия здрав смисъл. То есть то, что вы сейчас увидели. И то есть то, что вы сейчас увидели. Плоскими глазами. С плоските си очи. Это трехпространственное нечто. Това е нечто, което се набира в три пространства. Да, потому что палец трехпространственное. Защото пръста е трипространствен. И... Значит... Этот палец продарявил лист бумаги, на котором вы нарисованы. И този пръст продув тази хартия. И я как человек... И аз като човек... Могу видеть весь плоско мир. Могу да видя целия този плосак свят. А с точки зрения рисунка... Обаче от гледната точка на рисунката... Это является всемогущественным. Това се явява като всемогущество. И ако сте рисунка, разбира се, вие няма как да ме видите като цял човек. Да, и вие няма как да видите, че продувам тази рисунка. А вие видите тук 2D изображение моего пальца. Который находится вот здесь. Което се намира и до тук. Однако, когато я убирая палец... Обаче, когато махам пръста... Когато все это 2D изображение, она постоянно меняется. Това, тази 2D рисунка, тя постоянно се променя. Да, когато я вытаскиваю палец, она полностью исчезает. И когато се варя пръста, тя исчезва напълно. И отново можем да се върнем към ангелите. Как Карл Саган уже показал отображение тени. Както Карл Саган вече показал отразяването на сенките. Точно так же можно объяснить ангелов посыльных. По същия начин може да се объяснят ангелите, които се изпратили. Потому что они очень похожи на нас и не так сильно пугают. Защото те много се причат с нас и не ни плашат толкова. Человек, человеческое мышление, может еще их обработать. Човешкото мислене все още може да ги обработи. Но даже в этом случае можно лишь предположить, что этот посыльный является лишь тенью. Обаче даже и в този случай можем да изобразим само, че този пратеник се явява само сянка. А его полно изображение нам не дано видеть. А полното му изображение няма как да видим. Еще больше, то же самое можно сказать и про Хероимов, Серафимов и Офанимов. Същото може да се каже и за останалите ангели. Они поминаются очень редко в Библии. Те много редко се вспоминават в Библията. И поэтому только лишь нескаким человекам удалось ощутить этот палец. И за това само няколко човека имали тази възможност да усетят пръста. Когато тези ангели по този, по същия начин са сипыхали пръстите в наш земен живот. И поэтому они могут быть такими петипространственными веществами, заходящими в 3D пространство. И за това те могат да са такива петпространствени същества, които могат да влизат във всяко едно от пространствата. И в принципе, почему я считаю, что очень важно было донести вот эти знания, с которыми я вам с вами определил. Защо аз мятам, че е било много важно да ви донесе тези знания. Во-первых, это может помочь разширить кругозор. Най-напред това може да ви разшири кругозора. Мы можем смотреть на мир не только в 3D пространство. Но попытаться его воспринять как пятое пространство. Но да се опитаме да го восприемем като петпространствено. А во-вторых, это така проповедь в чисто, ну как, ну в моем стиле. Второе нещо, това е проповед в мой стил. Потому что я принадлежу таким християнинам, которые все пытаются познать рационально. Аз принадлежа към този тип християни, които се опитват всичко да разберат рационално. Хоть часто это и невозможно. Вопреки чипуняку от ва неевозможно. И в довершение я просто хочу прочитать еще один стих. Это послание к колосянам 1 из 16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. То есть, как бы нам странно не казались все эти ангели. То есть, сколько то странно да не излежат всички тези ангели. Существование на 5D и 3D пространства. Факт в том, что все это было создано Богом. Фактът е, че всичко било создано от Бог. Да. Поэтому нам стоит лишь только это принять. И за това ни и само трябва да го приемем. Ну все. Прост. КОНЕЦ